Разукрашиваем элементы по желанию, складываем и склеиваем конвертик. Вот что получилось. Конечно, можно сделать другой конверт. Лео, что там делает телевизор, а? Я хочу только запомнить, откуда и куда идёт письмо, от кого. Пишем имя, от кого. Деду Морозу письма пишут, там всякие киски, да? Тут напишем адрес, куда мы хотим, чтобы нам пришёл ответ. Зейра Дзилобай. У нас это город Коврик. Аслан на работе, Зейра кайфует. Целый день в режиме. Подраться, поругаться не с кем, да, Зейра? Зейруня, без Асланчика скучно? Итак, мы заполним все наши конвертики с письмами. Складываем письмо так, чтобы оно привестилось в конвертик. И заклеиваем всё клеем. И тут Тонет. Да, запуталась. Кстати, сегодня у нас холодно. Сегодняшнее утро началось с того, что на улице было 3 градуса всего. А Санчик пошёл на работу и утром, прежде чем его проводить, я вместе с ним выходила, в пекарню шла. Это был просто дубак, 3 градуса. Представляете, ещё пару дней назад был в футболках ходили, а сегодня 3 градуса было. Но к обеду потеплело, конечно, но всё равно утром очень-очень холодно. Мы вот утеплились немножечко. Пока Сануле не пришёл с работы, сейчас пожарим котлетки. Так, я поставлю на 20 минут, а потом уже сама регулирую, сколько мне хватает. Она ещё должна прогреться минуты 3. А вы что поёте? Эльза. Эльза? Азлан, как всегда, на работе. Мы с Зайярашкой вышли. Мне нужно на почту, да, и пару мелких взял. Зайярашка, уйди в сторону, пожалуйста. Вот. Мы уже 2-3 дня дома сидели. Здесь у меня не была, здесь, можно сказать, никуда. Поэтому сегодня грех не погулять. Года вроде как прохладно, но моментами так. Сейчас, например, мне жарко. Короче, наяву сходила, отправила то, что мне надо было, и идём с Зайярашкой дальше гулять. Куда идём, зачем идём, не знаем. Просто идём. Да, Зайяруня? Да. Погода стала ещё теплее, я куртку сняла. Да, мы ещё и бегали с ней, поэтому вообще жарко было. Да, Зайярашка? Бегали, скакали. Да, мы ещё и бегали. Как две лошадки. Давайте я его здесь сфотографирую. Короче, вот так вот. Пока наши мужчины работают, девочки гуляют. Да, Зайярашка? Да. Мы с Зайярашкой приехали на метро, до конечной станции. Сейчас пересели. На что мы сели? На трамвай. На трамвай. На трамвай. Какая жара, это просто невозможно. Ни одно окно, ни одно стеклышко не открывают. В метро вообще была духота. Трамвай. 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 В. Трамвай. 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 О, да у тебя всё розовое. Красиво так как. У меня, конечно, не такой розовый, но всё равно тоже красивый. У меня клубничная начинка. Покажи, стой. Вот. Ты не видела, мой? Ооо. Угу. Он там продает вкусные-вкусные пончики. На эту обжорку съела свой пончик, допивает сок, говорит, мама, я ещё, говорит, хочу. Какой же. Ты обжорка? Какой же. Какой же. Ты довольна сегодняшней прогулкой? Прям вся радость на лице. Настолько она довольна. Эй, ты что, спишь? Всё, мы потеряли за игру. Мы потеряли за игру. Алло, алло. Алло, алло. Алло, алло, приём, приём. Ой, на мою помаду, на мою бредёску. И ещё она, салзилу. Алло, 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 алло. Съела. Съела. Вот, видишь? Съела. Да. Чок темизминсан, а? Чок темизминсан. Красивая мама? А что у мамы красивое? Что это? Волосы. Волосы красивые? А ещё что-нибудь есть красивое? Леснички? Брови. Что случилось, Ира опять? В чём проблема? Ну, ты же сама захотела снимать. Ты меня не послушала. Я тебе сколько раз сказала. Не снимай, мы их наклеим. Ты не захотела, сказала, я буду в них играть. Сняла липучки. Ну, у нас за новое копии. Конечно. С тобой что? Мужичок пришёл с работы. Устал? Нет. Нет? Я бы я сама водитель, мама водитель. Алло, 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 алло. Актриса погорелого театра. Да. Какая у тебя заколка красивая. Не тяни, тянуть нельзя. Вот так нажать надо. Я вот так нажимаю. Да, нажимаешь и снимаешь. А то, если тянуть, болосики будут тянуться и рваться. Мы должны из этого дивана в ванну сюда придуть. Не, ты упала на болото. Значит, ты уходишь. А где болото? Там. Вот из подушек болото. А, из маминых подушек болото, да? Вот такие у нас с тобой. А я не упал, Павла. Не упал. А, из маминых подушек болото. Плотенки Лугингренского. Апельсин. Апельсин. Хочешь? Вот. Томерский мандарин. А вот там гранат. Помой мне. Помой. Морковь помой. Как надо разговаривать с мамой? Мама, пожалуйста, помой мне морковь. Конечно, помой, солнышко. Ты свой пончик не хочешь кушать? Да. Помню, помню. Пончики возьму. Помню. Что похоже? На какашки. На какашки похоже. Ой, какая приятная ассоциация. Приятная вкусняшка надо гонить. Что там у тебя внутри, интересно? Какая начинка? Шоколадная, наверное, да? Мням, 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 мням. Зеярашка, ты сегодня сколько пончиков съела? Два. Два съела. Сейчас уже третий. Да, Шо? Обжорка. Обжорка. Ну, давайте. Что там у вас внутри? Кто откусит первый? Я. А что ты откушил, откушил или нет? Я думаю, что там шоколад внутри. Нутелла, наверное. Нет. Нутелла, это не полезно. Не полезно? Наверное, морковь. Морковь, думаешь, там внутри? Да. Я думаю, все-таки, что шоколад. Нет, наверное, какаска. Шоколад. Какаска, наверное, да. Много, много шоколада. Много. А себе я пожарила каштаны, каштаны. Шоколадом не трогай мои каштаны. Ну, а вытри с первой руки. Я же сказала, здесь две салфетки. Вот так вот разрезаешь и жаришь. Одну руку эти же... О-о-о-о-о-о-о. Спорченная, что ли? Да. Таран-таран-таран. Мам, посмотрим, у меня политики-кусненькие. А-а-а-а. А-а-а. Вот хороший. Вот он, тот котенок черный. Я им сейчас колбаски накидала. Он молодец. Знаете, такой за свою колбаску. Так стал, никого не боится. Умничка. У меня много накидала, я не знаю, что они там не находят. А-а-а, это черно-белая, я даже боится приблизиться. Всем привет. Готовлю на ужин турецкое блюда экшили кефте. Экшили кисленькие. Если объяснять, то это кисленькие тефтельки, получается. Не тефтели, а эти... Без риса, которые как называются? Вот, здесь уже все готово. Хотела снять рецепт, но мне позвонила мамочка и разговаривала с ней по видеосвязи. Здесь уже все готово. Надо только вот заправку сделать. И все. Сливочное масло растопить. Одна турецкая чайная ложечка кумина. Кимьон. Одна турецкая чайная ложечка острого красного перца надо было, но я не пользую острый красный перец. Я вот немножко, буквально вот чуть-чуть возьму черный. И две ложки мяты. Это блюдо даже я люблю. Так, чуть-чуть надо это прожарить пару минут. И потом добавить основное блюдо. Здесь у меня Лео мяукает. Вот я же дверь закрыла. Разве могу я закрыть дверь? Вот нельзя мне дверь закрыть даже. Ты должен здесь ходить. Хазаин! 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 Если кому интересно, вбейте в интернете экшили кюфты. Посмотрите рецепт. У меня, к сожалению, снять не получилось. Все добавляем сюда, мешаем и можно кушать. Всем привет! Хотела поделиться, знаете, чем. Сегодня у нас 22 ноября. С 10 ноября дети не ходят в школу. С 10 по 20 у нас должны были быть каникулы. Выпия и у каштана. И вот понедельник в Сюнисердам. Понедельник 20 они должны были пойти в школу. И теперь у нас есть группа нашего класса, подкласса точнее. Вечером, часов 7 или 8 вечера, туда приходит сообщение. Ватсап. От нашей учительницы, что она в отпуску до 29 числа. Ну, в отпуску, как бы и в отпуску, да. Меня, как бы, это нормально восприняло. Человек отпуску, что ли, поделал. Дальше начали писать мамочки. А дети в школу идут? Завтра, в понедельник, типа, спрашивают. Мне так стало удивительно. Думаю, а что, если учитель в отпуску, дети в школу не будут ходить, что ли? Думаю, что за глупость. Думаю, что такое спрашивают уже. И вы представляете? Через час ответила на вопрос учительницы, что дети в школу не идут. Они тоже пойдут 21 числа. Когда у нее закончится отпуск. Я, конечно, в шоке. Ну, как это, если вы учителя отпускаете в отпуск? Должен быть какой-то учитель на замету? Или как? Вот она заболеет, например, зимой, да. Даже если и не зимой, да, заболеет, например. Она будет на больничном. И дети будут дома сидеть, да. Так получается. Ну, я так, понятно. Я домохозяйка, и я могу в любое время со своими детьми сидеть. Хотя у меня тоже могут быть свои какие-то планы. А ведь есть родители, которые работают. Им что надо было делать? В воскресенье вечером узнавать о том, что на понедельник план это меняется? Как бы вот так вот. Я не знаю, я с таким столкнулась впервые. Мужу говорю, а муж удивлен. Все удивлены. Но почему-то мамочки в нашей группе не были удивлены. Видимо, здесь это нормальная практика. Школа государственная у нас. Если что, все вопросы будут. Вот так вот. Так что нет учителя. Нет знаний. Ждите. Кстати, каштаны вкусные. Сегодня такая погода у нас, Мешка. А Сланчик на работу тоже не пошел. Я его не отправила сегодня. Думала, мы втроем куда-нибудь выйдем погуляем. Ну, нет, сегодня ветер и дождь. Дождь ничего. Можно было и под дождем выйти. В принципе, у нас есть и сапоги, и комбинезон. Но ветер неприятный очень. Как-то так. По остальным все так же. Никаких новостей. Всем пока. Сланчик. Стовой. Тетя Мурат приедет, тетя Мурат. Угу. Ты на работу пойдешь? А я буду с мамой дома учить все буквы. Да, конечно. Пойдешь на работу? Еще где-то тетя Мурат? Я буду долго ехать игрушки свои. Мама, есть сад? Так интересно, от чего зависит количество желтков в яйце? Я последнее время покупаю яйца с двумя желтками. Мне стало так интересненько. Как они получаются с двумя желтками? Это у нас сейчас завтра будет. Кто знает, напишите. В интернете копаться сейчас неохота, а потом я забуду. Вот так вот. Итак, что у моей красавицы сегодня на завтрак? цветная капуста, чуть-чуть. Листочки сельдерея. И это у нас листочки цветной капусты здесь. укроп. Что еще у нас? Трава с улицы там внизу лежит. Петрушка. Комедорчик черри. По-моему, все. Да, вроде все. А, и перчик. Все. И это наш, наш сегодняшний завтрак. Что, Сомишка? Соми, Сомишка. Да, ты тоже здесь. Он тоже любит заходить к лаке и там что-то пожевать. Особенно траву, которая с улицы. Тебе тоже? Тебе сейчас вкусняшку. Смотрите. Мне все про стрижку Аслана говорят. Я сделала нандеркат и так далее, да? Мне все это нравится. Иди сюда, Аслан. У него волос прямой. Не просто прямой, а такой, который не вбок, тем более назад причесать невозможно. Иди сюда, солнышко. Иди сюда. Вот я уложила волосы феном назад, высушила и набрызгала кучу лака. Иди сюда. Прошло... Стой. Сюда смотри. Прошло буквально 10 минут. Сюда посмотри, пожалуйста, на меня. Вот здесь вот пока еще держится, но через минут 15-20 это все будет вот так вот прямо. У него волос просто прямой, идет вперед. Аслан, сзади у тебя штанишки испачкались. Ты где-то сидел? Да? Это мы в лунопарк собрались. Пошли. Надо почистить. У тебя очень сильно там испачкалось. Пойдем. Где Ируня? Два осталось. Два. Два осталось. Ну, давай. А он не работает же сейчас. Дай мне на кондену посмотреть. Посмотри, но он не работает сейчас. Сухой воды там нет. Ну, видишь, воды нет. По прогнозу сегодня дождь, если что. Дальше кто помнит, где лунопарк? Там. Да. Там. Все верно. Сейчас мы перейдем дорогу, зайдем в аллею и по аллее. И потом мы съедим на сахарную вату. Мороженое еще. Мороженое уже нет. Сахарную вату, да. Можно попкорн, сахарную вату можно. Сахарную вату можно. Сахарную вату можно сахарную вату. Хорошо. Десять. Десять хочешь? Да. Десять хочешь, а волоку-то ставим. Не надо. Не надо, он красивый. Можно? Да. Не, нельзя, нельзя. Он красивый, красивый. Такс, такс, такс. Людей много, хотя рабочий день. Люди гуляют. Рабочий день, рабочее время. Зайра, аккуратно дядя бежит. Спортом занимается дядя. Аслан нас ведет в лунопарк. Он знает где. Так, кто мне звонит? Сзади? Точно? Ты же всегда вперед садился. Впереди же интереснее. Мы единственные здесь на качелях. На аттракционах детских мы ездим. Мы едем с башкой кем-си-юку, али-боречки кем-си-юку. Нет, не знаю, с башкой кем-си-юку. Батут тоже не работает. Бак, ода капалы. Ода чалыш мё. Эвет. Камам, я пчак пчаё-юку. Первый раз и Рашка села отдельно. Ничего, ну-ка у меня девочка смелая. Давай гусеница, плодожорка. Паравозик, по-моему, работает. Мало что работает вообще. Мои любимые пальмы. Сейчас узнаем. По-моему, да. По-моему, но точно не знаю. Ой, ремень безопасности. Да не нужен он, солнышко. Ты точно оттуда не упадёшь. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Куда едете? Катайтесь. Катайся, баба, я заплатила уже. Первый раз, наверное, сюда сели мои дети. Ай, сейчас на этих дельфинов катались. Ах, как я их не люблю. Меня после них тошнит. Дети их обожают. Вот меня сейчас тошнит. Я сижу, думаю, как бы в себя прийти. Там они так, они вот так кружатся. Это просто свизец. Теперь мы присели на скамеечки, покатались на всём, что там работало. Ну и по традиции у нас попкорн и сладкая вата. А с мамой кто поделится? Спасибо. А ты? Ты поделишься с мамой? Спасибо, солнышко. Я просто спросила, не хочу кушать. Кушайте мои солнышки. Погода сегодня просто 22 градуса показывает. Это просто нечто. Спайдермен! А ты на что села? Заярать зеловая и едет куда-то. А-а-а! Ты едешь и там показывает, да? Отлично! Я голодная, а они отсюда уходить не хотят. Всем привет! Первый раз, живя в Турции, я купила вот этот вот фрукт. Питая, по-моему, называется. Точно не знаю, как называется. Будем пробовать. Мне интересно, мои дети его съедят или нет. Он бывает вроде белый изнутри и вот такого цвета. Ничего вкусного, ни сладкий, ни кислый, никакой. Фигня какая-то. Он мне бурак напоминает. Честно скажу, я видела его у многих русскоговорящих, кто живет в Турции и делится своей жизнью, да? Они прям так-в-так просхваливали его постоянно. Там что-то едят, режут. Ну, это просто фигня. Безвкусная. Бурак и то вкуснее. Или, может, мне такое попалось. Хорошо, что я купила только одну на пробу. Еще и зубов застряла. Фигня. Может, белая вкуснее, не знаю, но фигня, конечно, полнейшая. Сделала детям коктейль. Я использовала всего три вот такие вот чайные ложки. И посмотрите, какой цвет. Какой цвет термоядрный. Я думаю, детям понравится. Вкуса как такового нет, вот только цвет дал. Но он полезный фрукт, поэтому, думаю, пускай пищу поедет. Хватит. Точно хватит? Да. Арслан решил свою копилку открыть. Я столько в восторге. Я, говорит, на работу ходить больше не буду. Я думаю, достаточно заработал. Да. Ну, может быть, на ящерку хватит, а на террариум не хватит. На мне террариум не нужен. Я ее просто возьму коробку. Она у меня маленькая пи-маленькая не будет. А тут описано. Мама, у меня маленькая будет ящерка. Ты, да, написано. Чему я умрую? У меня маленькая будет ящерка. Маленькая? Какого размера? Насколько маленькая? Тут будет коробка. Такая маленькая бывает, что ли, ящерка? Да. Я такую маленькую не видела. Увидишь, увидишь. Эти тоже берешь деньги? Железные. Да. Эти железные тоже туда суют зопу. Какую зопу? Автоматическую. В копилкину? Да. Это ты все заработал? Да. Еще зубная фея приносила, да? Да. Это тоже денежка. Это доллар. А ты какие деньги больше всего любишь из вот этих? Эти, эти, эти. У тебя губа не дура. Еще зеленые. Ты все любишь. Еще зеленые. Понятно. Хватит на ящерку. Хватит? Как ты думаешь, сколько стоит ящерка? Десять. Десять? Нет. Тридцать. Тридцать стоит? Ну, это долго тридцать? Да, это много. А у меня много. Ну, если бы ты сегодня на работу пошел бы, у тебя еще вот столько было бы. А ты не пошел. Сегодня полентяничил. Девчачьи наушники, что напялил ты? Почему-то, когда вы разговариваете, у меня бывает гомка. Да прям. Гомка. Да. Бомба. Бомба бывает. Ну, ладно, считаем деньги. Доброе утро, страна. Какая у меня красивая голова. Это я голову помыла с утра. Не купалась, просто голову помыла так. Вперед башкой. И этот. Не высушила, так оставила. Даже бальзам не сделала. Хотела посмотреть, что у меня волосы себя представляют без бальзама. Мы сели завтракать. Завтрак у нас вот. Вот так. Что у нас? Яйцо. Яйцо я им в тарелке не раскладываю, потому что оно будет там лежать, остывать. Они его толком не съедят. Я сама кормлю их яйцом. В остальном гёзлеме. Кусочки пиды оставшиеся. Это тоже со вчерашнего дня оставшиеся. Геврик. Помидор, огурчик. Колбаска. Ну и это они уже не едят вообще. Короче, обычный завтрак. Куда помидор? Взял за помидор. Там столько огурцов, вам обоим хватит. Вот сейчас они будут за огурцы воевать. Возьми. Это мои огурчики. Положи. Я тоже буду есть. Положи вот сюда. Мам, мам, мам. Я вам вилочку для чего положила? Ну, руками, конечно, вкуснее. Да, не спорю. Короче, как тут. Так. Оставила детей дома и иду к этому партному. Я до сих пор не забрала занавески, которые на балкон купила. Сейчас, наконец-то, надеюсь, что заберу то возможностей не было, то его не было, то времени не было, то погода была. Ой-ой-ой. Вот сейчас погода нормальная. Дитя оставила, они там рисуют. Думаю, схожу быстренько. Что вам сказать? Новостей никаких. Все, в принципе, так же. Жизнь прекрасна. Все хорошо. Какая-то вонь идет. Что-то воняет. Ну, все как обычно, в принципе. Субтитры сделал DimaTorzok